здравствуйте друзья сейчас я вам расскажу как сделать куколку для мужчины у меня шарики диаметром 3 с половиной сантиметров принцип создания головы из любых шариков он один и тот же и обрезаю их дальше серединке ну для таких маленьких 5 миллиметров для шариков побольше если диаметром 7 сантиметров то можно и на сантиметр подальше от серединки срезать нужно нам получить вот такую овальную голову мужская голова от женской отличается силой подбородка подбородок у мужчин более квадратный более мужественно и оставляю ширину подбородка примерно 7 миллиметров и от него на уголок срезаю нижний шарик примерно до середины этой половинки затем назад я тоже срезаю под подбородком так чтобы у нас не было выпуклости видно когда мы смотрим на голову впереди сейчас я ручкой намечу те места которые у нас будут обозначены на лице это глаза внешний и внутренний уголок глаза располагается по линии соединения двух половинок нижнюю половинку я делю пополам здесь будет кончик носа намечаю не широкую переносицу примерно миллиметра три над глазами пройдут брови и от носа до нижней части снова делю эту часть шарика пополам здесь пройдет средняя линия рта губы у мужчины будут тоньше чем у женщины и нижняя губа будет немного квадратной со скругленными углами такая вытянутый прямоугольник я рисую носогубную складку от носа к уголкам рта и на щеках у нас будут на скулах провалы вот я их сейчас обозначаю темным цветом под губой тоже будет небольшая вмятинка я сейчас для себя обозначаю те линии которые мне нужно будет пройтись ножом и срезать в районе висков то есть там где соединяются два шарика я тоже делаю небольшой буквально срез для того чтобы более уплощить голову чтобы она не оставалась круглой и сейчас фигурным ножом тонким лезвием самым уголочком я прорезаю все эти линии которые сейчас наметила углубляю носогубную складку под губой в районе подбородка тоже делаю углубление сам подбородок тоже еще немного выделяю такой небольшой ямочкой вот я нарисовала сейчас ее немного выпиливаю и и и и и и и и и выпиливаю щеки впадины скулах провалы буквально не очень глубокие небольшие но тем не менее они должны быть когда мы будем будем обтягивать они немножко сгладятся поэтому но углубление миллиметра на 3 нужно сделать внутрь верхнюю часть щеки прям под глазом примерно на 5 миллиметров я оставляю нетронутой а под ней сразу идет выпуклость теперь я выделяю глаза тоже по линии глаза я прохожу тонким ножом выделяю эту линию глубоко над глазом я тоже делаю углубление от верхней линии глаза до бровей а внизу просто пройду углублю нижнюю линию глаза и теперь буду все затачивать наждачкой и все линии которые я проводила буду края их скруглять и они получатся просто такими впадинками главное чтобы не было острых краешков и наждачкой еще чуть-чуть проходим и углубляем все что мы сейчас вырезали и 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 из отдельного кусочка пенопласта я вырезаю нос сначала вырезается длинная капелька в основании она широкая ну примерно 7 миллиметров в основании для начала потом я ее буду подпиливать срезаю боковые грани так чтобы был плавный переход высота этой детальки ну буквально пока можно оставлять миллиметров пять потом когда ее приклею на голову я начну ее подпиливать она станет совсем маленькой и 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 остынет мы начнем его выпиливать можно пальцем еще помогать себе продавливать пенопласт он меняет форму при хорошем надавливании поэтому переносицу можно немножко подкорректировать пока клей высыхает можно и все остальное ну вот высох уже можно ножом просто проходится еще какие-то коррективы делать на лице тоже но переносицу нам нужно чаще всего на все-таки не горбатая поэтому впереди ее нужно подпиливать и горбик срезать делать его более вогнутым по краям я не столько срезаю переносицу сколько ножом вдавливаю чтобы она стала потоньше выпиливать и и здесь не очень удобно проще поднадавить ножом пимпочка носа должна немножко выпирать вперед поэтому переносить осторожно срезаем переносицу делаем вогнутой а пимпочка остается не тронутой внизу у нас должны быть ноздри все что я сейчас делаю это подпиливаю и наждачкой снова подравниваю потом опять беру нож опять подпиливаю чтобы были везде плавные переходы пимпочка носа чтобы осталась относительно небольшой и чуть-чуть намечаю крылья носа и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в центре головы должен остаться фом не очень сильно натянутым для того, чтобы можно было заполнить им впадинки. Открываю фом с одной стороны и по всем линиям, которые мы прорезали, наношу клей и хорошенько-хорошенько вдавливаю фом пальцами. Для того, чтобы пропечатать все эти выпуклости. У меня сейчас в руках фом 2 мм. Взяла его как вариант, потому что голова для девочки, которые тоже мастер-класс я записывала, там я делала из тонкого фома. Чтобы для сравнения вы видели, как это работает, ну и тонкий фом лучше пропечатывает все вот эти вот места, которые мы выпилили. Толстый более плавно все обтягивает, сглаживает. Но тем не менее, если хорошенько проклеивать и хорошо продавливать, то все прекрасно тоже отпечатывается. Теперь края можно снова подразогреть и их подтянуть. Натянуть фом нужно как можно дальше, чтобы срез точно спрятался под длинюю волос. Особенно хорошенько нужно натянуть под подбородком. Под подбородком стараемся натянуть прямо до соединения двух шариков до этой линии. Если образуются маленькие складочки, то спрячем их прямо под подбородком. Это самое невидимое место. В районе щек нужно как можно лучше натянуть фом. И теперь я срезаю сначала по большому кругу весь лишний фом. И теперь буду аккуратно вводить линию. По верхнему шарику достаточно сделать срез посередине верхней детальки. А по нижнему нам нужно ввести линию назад, потому что впереди у нас еще должна будет располагаться шея. Поэтому по нижнему шарику срез нужно провести почти по стыку двух половинок. Теперь срезы хорошенько приклеиваем, стараемся подтянуть фом подальше. Если фом тонкий, то можно на него еще подуть феном и подразогнать складки. С толстым это сделать сложнее. Но у толстого можно будет просто срезать выпуклые места, которые на складках получились. В принципе, большинство из них все спрячутся. Выпуклые места, которые на складках получились. В принципе, большинство из них все спрячутся. Если они под подбородком, то и они будут не видны. Теперь небольшой кусочек для того, чтобы обтянуть заднюю часть головы. Тоже его подразогреваем, натягиваем и нужно его срезать в стык к первому кусочку фома, который мы натянули. И приклеить в стык. Можно делать, конечно, и в цвет волос эту заднюю часть. Но в последнее время я стала делать уже в цвет головы. Поскольку под волосами практически не видно телесного фома. А когда он телесный, можно все-таки варьировать линию волос. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok После того, как края фома закреплены, теперь можно снова заняться корректировкой лица. Для этого можно феном поддувать на те места, которые плохо пропечатались. И, например, с помощью вот такой круглой бульки. Лучше их разного размера иметь для того, чтобы там, где поменьше линии нам нужно продавить, там взять шарик поменьше. Можно помогать себе бульками, можно пальцами, ногтями можно продавливать. Хорошо нужно продавить внутреннюю часть глаза и переносицу. Хорошо нужно, чтобы был пропечатан вот этот вырез под щекой на скулах. Это дает резкость чертам лица. Любой предмет можно использовать, хоть вот заднюю часть бульки. Для того, чтобы я в верхнюю линию глаза, там где находится веко, тоже хорошенько продавливаю. Главное, эти предметы не должны оставлять царапины на фоме. Если какие-то вмятинки или царапинки, снова нужно феном горячим проходить и выпрямлять. Нижнюю линию глаза тоже можно подчеркнуть, но больше я стараюсь подчеркнуть верхнюю. Переносица должна быть не очень широкой. Глаза должны быть хорошо продавлены. Подносом очень хорошенько тоже основание нужно продавить и ноздри. Ну вот в принципе я стала использовать карандаш цветной. Им заодно и немножко рисуешь, тонируешь и грифелем можно еще и продавить. Нос, конечно, карандаш не должен быть очень острым. Ноздри должны быть немного вытянутыми. Это ни в коем случае не точки. И так же карандашом можно пройтись по крыльям носа, тоже их выделить. И среднюю линию рта прочерчиваем и заодно продавливаем. Здесь мне карандаш нужен не столько за тем, чтобы рисовать, сколько я использую его в качестве выдавливающего предмета. Линию рта я на схеме покажу. Посмотрите, как она должна пройти внимательно от середины рта. Она у меня идет вверх, но чуточку вверх приподнимается. И в самом уголке рта линия опускается вниз. Тогда получается улыбка. Возьму пастельный карандаш. Он гораздо мягче и лучше рисует. И им я буду намечать как раз тени на лице. Тогда все выпуклости становятся более видимыми и более глубокими зрительно. Но пастелю можно немножко растушевать эти тени. Все вдавленные линии темнее. Возьму пастельный карандаш. Возьму пастельный карандаш. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Отличие глаз мужских от женских в том, что мужские не раскрываются так сильно как женские и губы у них более плоские вытянутые по горизонтали и глаза тоже ближе к щелочкам Обязательно часто еще совершают ошибку радужку обязательно сверху нужно перекрыть верхним веком ни в коем случае там не должен остаться белок глаза в нижней части глаза может остаться беленькая полоска под радужкой и может быть видно белок между радужкой и нижним краем глаза а верхний край глаза обязательно прикрыт посмотрите на себя в зеркало внимательно попробуйте поводить глазами и посмотрите что круг радужки все время сверху перекрыт веком он уходит под него никогда об этом не забывайте чтоб глаза не выглядели выпученными ноздри я тоже всегда раскрашиваю обязательно и тоже начинаю именно сначала с цветного карандаша потом поярче поярче и уже потом чуть-чуть по верхнему краю вот этого кружочка темного который мы закрашиваем дырочку в носу самую темную линию ведем по верхнему краю этой темно-коричневой точки потому что книзу тут уже начинает падать свет и дырочка которую то что мы обозначаем дыркой в носу книзу у нее уже чуть чуть более светлое место очень осторожно нужно быть носогубной складкой и передней выемкой над губой которая над верхней слишком ярко их красить нельзя иначе лицо будет казаться старым но тем не менее особенно у мужчин чтобы были порезче черты лица стоит их слегка затемнить для того чтобы подчеркнуть переносицу тоже я ее затемняю тоже дело это очень осторожно размазываю краску то здесь не должно быть резких линий это все таки не рисунок на бумаге это объемная фигурка и мы просто должны есть подчеркнуть тень которая падает на лице по бокам переносицы а тень всегда должна быть растушеванный ямки на скулах тоже подчеркиваю ямочку под губой на подбородке она небольшая весь подбородок по не затеняем только маленькую ямочку между под подбородком и нижней губой тоже и растушевываем она не должна быть резкой это тоже тени вот посмотрите сейчас на подбородок как раз хорошо видно мужской головы подбородок более массивный не нужно его срезать остренько как у девочек и линия скул она идет не под таким острым углом как я обычно у девочек отрезаю а все-таки больше в стороны такая угловатая голова на схеме когда буду рисовать для головы я подчеркну эти линии как они проходят углами губы у нас тонкие длинные губы можно мужчине раскрашивать и красным цветом нет в этом ничего страшного но лучше конечно их немножко к этому красному цвету чтобы не выглядели они как совсем раскрашенные подмешать немного коричневого оттенка поэтому я раскрашиваю обычно красным а потом по верху еще коричневым прохожу если получается слишком темные то тогда еще немножко стоит разбавить белой красочкой буквально слегка краски вообще смешиваются буквально самой самой маленькой точечкой самым краешь краешком кисточки размешиваются и раскрашиваются личики здесь нужно буквально чуть-чуть не нюансы оттенков по идее нужно верхнюю губу раскрасить темнее чем нижнюю тогда нижняя губа выделяется вперед становится такой более пухленькой объемной причем блик на нижней губе нужно ставить именно в верхней части нижней губы вот сразу буквально под средней линии рта с нижняя часть нижней губы должна быть затемнена и тогда получится объем краешки губ я всегда тоже когда на среднюю линию рта провожу черной или темно-коричневой краской краешки губ потом тоже затушевываю делаю там тень тогда рот становится тоже более естественным вокруг шарика который заканчивает линию рта вот вокруг нее у него тоже должна пойти тень блики я ставлю маленькими точками белыми и у мальчика должно быть конечно все равно реснички верхнюю часть глаза я буду сейчас проводить черной краской просто реснички должны быть совсем коротенькими и и Продолжение следует... 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 потому что ну как сейчас увидите когда мы начнем загибать потом назад чтобы не было слишком коротко и челку здесь тоже нужно посмотреть внимательно и сначала начертить на лице у мужчины где должен проект где должна пройти линия челки потому что здесь тоже сейчас я приклею высоковато он такой лысоватый у меня получится я потом буду еще доставлять вперед еще одну детальку челки если делать конечно такую челку вперед опущенную так тоже мужчины носят то проблем нет закроет она любой лоб можно здесь будет уже и раздвинуть челочку если таким образом прическа у мужчины будет прически бывают разные но я сейчас покажу именно с волосами зачесанными назад следующий ряд я вот так же уже на 5 миллиметров сдвигаюсь приклеиваю и так буду перекрывать всю верхнюю часть головы кусочки доставляю в общем самое главное нам сейчас до самого затылка закрыть вот этими рядами и волосы направляю пока вперед и и Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 будет ощущение уже более реалистичности ну вот теперь можно надевать готовую голову на туловище ну когда вы будете делать куклу конкретного человека то можете присылать мне заранее сначала фотографии мы с вами обсудим какие части лица стоит выделить и где стоит сделать порезче или помягче пропорции ну надеюсь что у вас будут получаться такие лица тренируйтесь, пробуйте я еще сама пока не достигла того совершенства чтобы идеально лица походили на конкретного человека но зато в целом просто человеческие они вот уже такие получаются желаю вам приятного творчества и буду рада нашему дальнейшему общению и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...